913 заявок из 76 регионов страны поступило этой весной на всероссийский конкурс грантов, организованный благотворительным фондом Владимира Потанина. В число 83 победителей конкурса вошла и Сызранская федерация шахмат, выигравшая грант на полтора миллиона рублей. О том, как Сызране удалось добиться подобного прорыва и на что направили столь внушительную сумму, расскажем в ближайшие несколько минут. В Сызране торжественно открыли новый шахматный центр «Грандмастер». Расположившееся на третьем этаже ТЦ «Планета» помещение рассчитано на 100 человек. Здесь будут проходить занятия для юных шахматистов, а также различные крупные турниры. Весной этого года Сызранская федерация шахмат выиграла грант в полтора миллиона рублей на развитие шахмат в Сызране. По итогам всероссийского конкурса, который прошел под патронажем благотворительного фонда Владимира Потанина. Благодаря гранту и появился новый шахматный центр. Очень было непросто выиграть этот грант. То есть программа была написана очень грамотно, хорошо. Мне пришлось ее защищать в онлайн-формате. И мы обошли очень такие серьезные шахматные школы, как Омские федерации, Новосибирские. То есть там им показалось, что нам нужнее. Я очень рад, что у нас это случилось. Наконец-то мы, шахматисты, уже будем иметь такое просторное помещение, где мы можем проводить турниры и заниматься. Открытие подобного центра должно придать новый импульс развитию шахмат в Сызране. Возможно, именно здесь начнут свой путь будущие чемпионы с мировым именем. Для нас очень приятно, что этот клуб ориентирован, в первую очередь, на детей. В то же время я не могу не сказать о том, что клуб воспитал уже трех вице-чемпионов Самарской области. Это такой значимый результат. Поэтому очень лестно слышать о том, что вы эту работу собираетесь продолжить. И вам скоро могут понадобиться еще площади. Будем обязательно участвовать и стараться все для этого сделать. Это пример всем и предпринимателям, и общественности, и всем тренерам, всем тем, кто занимается нашими детьми в спорте. И не только в спорте, в культуре. Участники церемонии открытия шахматного центра отмечали. Отрадно, что в городе все больше тех, кто заботится о развитии спорта и досуге подрастающего поколения. Спасибо, конечно, тем инициаторам, которые занимаются с детьми, которые пробили игра, смогли организовать такое великолепное помещение. Спасибо вам, что вы увлекаетесь этой игрой. Эта игра, наверное, по праву считается одной из древнейших и любимейшей игрой великих ученых, полководцев. Развивайтесь, совершенствуйтесь. Побед с новоселем. Сызранских тренеров и шахматистов поздравил вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Петр Макаров, вручивший новому клубу шахматный набор, подписанный лично легендарным чемпионом мира Анатолием Карповым. К шахматам наш уважаемый Анатолий Евгеньевич Карпов относится как к своему детищу, потому что у него по всему миру более 800 шахматных центров Карпова по всему миру. Поэтому, когда открывается любой новый шахматный центр, он всегда с радостью относится к таким новостям, к таким известиям. Ну, а со своей стороны, подарив не только эти шахматы, может быть, мы еще что-то можем, какую-то хорошую, добрую лепту внести в вашу школу. В новом центре с сызранскими шахматистами будут работать лучшие гроссмейстеры Самарской области, а также приглашенные специалисты из других регионов. В планах проведение учебно-тренировочных сессий, на которые смогут приезжать юные шахматисты из разных уголков региона. Невероятное событие, которое произошло, победа в конкурсе, получение выигрыша гранта на поддержку развития шахмат. И этот грант получила Сызрань, это, конечно, большая удача, это фантастика. Такая удача бывает раз, не знаю, в сто лет, и вот теперь сызранцы могут пользоваться, играть в шахматах. Юные шахматисты уже успели провести здесь несколько турниров. Для них новый шахматный центр должен стать толчком для очередного этапа развития в этом виде спорта. Для города это очень много, это большое значение, потому что, учитывая, что было два года назад, был только один дворец творчества, и, считаю, за столько короткое время открылся ДШК-дебют и уже гранд-мастер. Это больше привлечет детей и так далее, это больше будет тренеров высококвалифицированных в Сызране. Ну и шахты в Сызране постепенно начнут набирать обороты. Возможно, даже откроется школа Олимпийского резерва. В руководстве городской федерации уверены, благодаря новому центру в Сызране уже в ближайшие несколько лет появятся первые мастера спорта России по шахматам. Максим Попов, Игорь Шиянов. Вести детально.